Первый ход в финале дворового шахматного турнира на кубок грайсмейстера Анатолия Карпова делает временно исполняющий обязанности губернатора Максим Решетников. Такие соревнования в Пермском крае проходят впервые. Мы много сейчас говорим о цифровой экономике, об инженерных специальностях, но все это начинается обычно с увлечениями шахматами, потому что шахматы развивают мозг, шахматы вовлекают детей, увлекают детей, и потом математика, физика, информатика и другие специальности идут на порядок легче. А здесь идет сеанс одновременной игры на 20 досках. Юные шахматисты, победители соревнований и начинающие внимательно записывают все ходы, чтобы потом проанализировать игру с грайсмейстером. Захотелось посмотреть, как великий чемпион мира все-таки играет, поиграть, попробовать сыграть с ним, делать из этого итоги, какие сильные ходы он делал. Пермские юные шахматисты очень сильные, уверен Анатолий Карпов. В сеансе одновременной игры с мировым чемпионом состоялась даже одна ничья. Кубок Карпова среди дворовых команд прошел в Пермском крае впервые. Цель турнира – возродить традиции дворовых шахмат. Свои команды шахматистов отправили на Кубок Карпова в семь районов города Перми. Оживить жизнь во дворах – это для больших городов, это, в общем-то, и вопрос безопасности. Тем не менее, мы уже давным-давно ведем эту программу, шахматы во дворах и турниры проводим. Я надеюсь, что эта инициатива приживется и здесь. Но тем более, что грядет юбилей города, и ясно, что мы что-нибудь еще сделаем. Награда победителя – уникальный кубок, миниатюрная копия бюста мировому чемпиону, установленного на его родине в Златоусте.